Доброе утро китайского пчеловода! Сегодня 9 мая, мы находимся в отеле Джуджу Премьер Палас. В этом выпуске мы покажем вам завтрак. Если время останется, еще что-нибудь покажем и напишем это в заглавии или на обложке видео. В заглавии. В заглавии. Приятного вам просмотра, надеюсь, вам будет интересно. Вперед, друзья! Завтрак в отеле Джуджу Премьер Палас. Дамы и господа, мы на завтраке. Добро пожаловать. Людей уже вижу много, ну и снимать здесь немало, потому что островов много. По левую руку диетический, далее веганский или веганский. Уж поправьте, если не так скажу. Основной остров с горячими блюдами перед нами, с горячей женщиной. Справа еще несколько островов. Давайте по очереди с ними ознакомимся. Здесь жарят яичницы. Мне нравится жарить в двух вариантах. Можно просто с желтком открытым, а можно с салом пожарные яички. Панкейки. Каладышки. Жареные треугольнички хлеба, плюшки. Вот они готовят блинчики. Жареный салхолуми. В общем, здесь фритюрная зона. Прямо перед нами булки. Пицца в обед пиде. Пашин, очень вкусная. Здесь овощи на гриле. Пиде с сыром, наверное. Если что, это угол закваски. Будем знать. О, какие необычные булки. У нас стол с булками. Мы здесь не пробовали семиты. Семиты вообще их почти не ели, а выглядит аппетитно. Мне нравятся семиты, когда они тонкие. Да, здесь еще какие-то разносторонние. Так, веган-корнер. На самом деле, это для веганов можно в другом месте поесть еду? Просто как-то они обозначили дополнительно это? Да. Это те самые штуки, которые я не снимал. Если есть желание, обязательно попробуйте. Необычные вкусы порадуют вас. Ну или не очень. Здесь диетический стол. Гречка, хорошек, брокколи. Далее идут йогурты. Суп. На завтрак один чечевичный. Но самый вкусный мой. Далее у нас остров, который мы не завершили. Яйца, скорее всего, 3-5 минут. Здесь, значит, у нас сосиски, менамен, каша, овес, манная каша на молоке, овес с молоком и рис с молоком. И не покладая рук, я наблюдаю за леденей, которые с утра встали, вместо зарядки самостоятельно выдавливать себе сок. Причем здесь есть уже и выдавленный сок, свежевыжатый и охлажденный. Можно сказать, готовый. Когда очень-очень хочется свежего сока. Куча варенья, джемов, халва. Паймак. Наверняка там же и мед, да, вот, соты есть. Еще остров со сладостями. С разными? Спасибо, что участвуешь. Хлопие орешки. Далее. А вот молоко холодное не обозначил. А кому-то это важно. Я подумал, дядь, ты сейчас медом, что ли? Перец. Но это, наверное, не мед. Это соусы, масло подсолнечное, оливковое. Да, остров с зеленью. Вот здесь помидоры черри. Потому что взяли тут отели моду выращивать томаты до размера черри и выдавать их за черри, а это просто обычный. Мне нравится остров с компотами разными. Пертики, груши. Оливковые компоты вот перед нами сейчас. Разносолы оливковые. Давно мы завтрак, да, не снимали? С улыбкой. Есть. Что-то с колбасой. Вверху подписано, я тебе секрет расскажу. Жареные фашистки. А там называется панк фрит. Вот, что написано, то и читай. Овощи на гриле, на хлебушке. Жареный фарш. Впереди у нас еще остров. Еще много чего, ну. Еще остров. И вот это мы не закончили. Картошка со специями. Яичница с му. Вам дальше необычные. Маленькие яйца с пивлиной стали? Гратен из помидор. Яичница-болтуни с молоком. Дадим нас сыры, колбасы. Роскошная, пожалуйста. Как для завтрака, так прекрасно. Остров с сырами. И странный красно-рыбой. Где красный? Да. По поводу красной рыбы. Почему-то она вот вчера сменилась. Стала, ну, такой, что вот. Даже я красно-рыбно люб. Не подпишусь это брать. Прямо срезка от срезки. А то мы все хорошие-хорошие про отель. Вот вам достали панчемет. У этого отеля есть фишка с бутербродами, с сэндвичами. На завтрак, на обед. И, видимо, по-моему, популярность просто готовится. Да. И что прекрасно, это кладут на газету одноразовую. Здесь станция Ишин, которая готовит прям при вас с разными начинками тоже. С мясом, с томатом. И вот на сковородку подают. Впереди у нас еще пару островов. К слову говоря, у кухни, да и в целом в отеле здесь не чувствуется полумер. Мы подчеркиваем, обращаем обычно внимание на то, что есть полумеры, когда они есть, а здесь нет полумер. Папли двух видов. И очень много джемов, варенья. Кудым ты здесь не выйдешь. На завтрак много арбуза. На ужин его или на обед не было, да? На завтрак очень много. Да, сарелки с арбузом и остров с овощами. С фруктами. С фруктами, извините. Есть нектарины, апельсины, мандарины, айва. Пока не сильно богатый сезон на фрукты, но что-то, а клубники только здесь не было еще ни разу. Какая-то идеальная сервировка стол стоит. Да, остров с чаем и кофеаппаратом. И также вот сервизный песок уже в автомате, холодный. Можно не стараться и налить себе. Там вновь продублирован остров с чаем и кофейным автоматом. И еще девушка ходит к столикам и предлагает сок, чай. Я же саланы. Да, прекрасно. На очереди детская зона, благодаря... Которая Мироха ездит теперь в бизнес? Да. Посмотрим, что предлагают деткам на завтрак. Что, можно взять в взрослом ресторане и пойти считать, как делает наш сын? О, привет. Я кепку забыл. Все-таки он с нами. Да. Как бы вы ни думали. Поел? Не видел? Нет, поел уже. Для деток мультики, раскрашенные стены. Кепку. Будь здоров. И, да, накрытый завтрак. И еще мультики другие. Так тоже смотрела. Там и Джерри посмотрела. В холодильнике молоко. Ну, в течение дня оно не сменяется, оно пополняется. Я вот видел, сильно меньше его было, теперь уже восполнили. Овощи, колбасы вижу. Соленье, разносолы. Джемы. Вафли, печенье, сухие завтраки. Блендеры с разными насадками, причем их много насадок запасных. Микроволновка представлена в единичном экземптаре. Что это? Жареные сосиски, а слева не понимаешь, что. Мен-э-мен. Ролл бюрок с сыром, картофель фринг. Гречка отварная и наггетсы. Наггетсы больше всего разобрали, да? Вареные яйца и панкейки. А, ну еще вижу суп один. Да, позади тебя остров с супом. А, нет, можно манна каши на молоке. И детей. И с роскошным видом. Слушай, я не против даже сам здесь. Ну, вон сына, видно. С этим пацаном бегать. Ну что, надо что-то выбрать. И прочавкаться как следует. Красивая тарелка у меня. Сейчас буду рассказывать, что на ней. И у Маши что у нас там? У меня мен-э-мен странного цвета. Зелень, помидорки и оливки. Я думаю, из-за специй. Ну, давай сразу узнаем. Ну, не знаю. Помидорки вертушились. А это блинчик. Какой-то недожаренный. Без шоколада. Уже подумала, есть его или нет. Немного арбузного. Нарезки. И капучино. Что здесь вкусно, капучино? С пенкой все как положено. А у меня, дамы и господа. Ну, с яйцами-то все понятно. Взял ветку портулака. С помидорками. Тоже все понятно. И что там понятно? Вкусные? И вкусные. Невкусные были в самый первый день, как мы сюда приехали. Что у нас здесь есть? Яичницу отодвигаем. Интересуют данные позиции. Это все с веганского стола. Даже вот это хлеб. И то с него. А вот это? Это сосисон. Просто? Да. Здесь все то, о чем мечтает веган, суть по всему. Но без мяса, без живого, животного белка, я так понимаю. С сосиской. Ее очищаешь. Главное, цвет есть, да? Цвет есть. Предметы, похожие на еду, назовем их так. Ну да, иногда же достаточно просто придать форму и цвет, и уже будет похоже, как будто бы ты ешь. Да. Обмануть, так сказать, свой мозг. По консистенции. Отвратительно выглядит. Ужасно. На вкус необычно. Как? Ну, как. Из инжира, что ли. Из бумаги, да? Инжир. Да, немного катышков от пластика. Знаешь, когда карандаш стерли? Ха-ха-ха. Вот. Это такое по вкусу. Попробуй. Катышков от пластика? Как-то не смело. Нет, это необычно. Это вкусно даже с какой-то стороны. Ну ладно, у меня здесь есть... А знаешь что? Это вкуснее, чем турецкие сосиски. Да. Вкуснее. Далее у нас идет кусочек хлеба. По составу. Видно же, да, вон? Зерда. Все, кроме хлеба. Очень похож на обычные наши хлеба, которые зерновые. Сухой. Ты бы так смело сосиску съела. Я их съела. Так. Дальше. Эту штуку я вчера пробовал, а эту не пробовал. Это имитация сыра? Да. На сыр примерно похоже, но все портят орехи. Какие-то внутри или зерна. Но челлендж интересный, я вам скажу. Пожалуйста, для тебя. Ну, не очень. Ну, естественно, это необычно. Мне кажется, это какая-то уже подделка, знаешь, когда ты веган, либо ты вообще ничего не ешь, ешь только фрукты и овощи. А вот эти подделки, что ты ешь сосиску, это какая-то нечестная штука по отношению к себе. Еще один необычный вкус. Что-то у тебя паштета, да? Я вчера отказывался это есть. Ну, это вкуснее. Приправы. Да, это вкуснее. Но принцип такой же, как и вот у этого. Последнее самое вкусное. Ты называешь ее реальной колбасой. Моя вчерашняя любимица. Очень яркий вкус. Потому что там как не специи. Ну, по консистенции это как сосисон. Как колбаска. Да. На вкус отвратительная гадость. Ну, иногда можно еще это позволить. А знаешь, колбаса есть таким вкусом? Ну что, чем тебе дать заесть? Веточкой портулака? И своя зелень, челотарелка. У меня с этой зелени больше, посмотрите, на утро. А я в зал чаще хожу, да? Ну что? Надеюсь, ребята, приверженцы этой еды на нас не в обиде. Это веганская еда есть также в снегбаре, который ближе к пляжу. Да, прямо уделили внимание этому направлению. Йога-челлендж, там, расслабон. Да. Похоже, шеф в деле или управляющий. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что досмотрели до конца этот выпуск, посвященный завтраку. Давно мы этого не делали. Хороших вам завтраков, необычных вам вкусов. Вот где еще попробуешь? Казалось бы, в каких только отелях не были, а вот здесь попробовали. А попробовали только здесь? Да. Спасибо, что досмотрели до конца. Хороших вам экспериментов с едой. Сладких арбузов вам тоже, Валентин. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»